Дышать станет легче и безопаснее. Общественный транспорт Самары вскоре оснастят дозарами. Ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха обеззараживают помещение с эффективностью в 99% и уничтожают все известные на сегодняшний день бактерии, микробы и вирусы. Это особенно необходимо в период пандемии, отмечают в мэрии и уже поэтапно прорабатывают вопросы, связанные с финансированием и закупкой дозаров. Если завод радиоэлектронного медицинского оборудования будет готов нам, либо какой-либо другой готов поставить быстро эти дозары, значит, рециркуляторы, так называемые, мы их будем приобретать и устанавливать в транспортных средствах. Давайте тогда зафиксируем, что мы принимаем решение оснащать городской транспорт рециркуляторами. Жду от вас предложение по возможному порядку субсидирования компенсации затрат на приобретение дозаров. Дозары установят в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Начать устанавливать средства обеззараживания воздуха муниципальный транспорт Самары планируют к сентябрю. Это позволит обезопасить пассажиров и снизить риск возможного заражения COVID-19. Только за последнюю неделю число заболевших самарцев новой коронавирусной инфекцией увеличилось и достигло 1236 человек. По уровню заболеваемости наш город сейчас занимает четвертое место в области. В центре внимания медиков по-прежнему люди пожилого возраста. В группе старше 64 лет заразились 147 человек. Не вполне благоприятная ситуация сложилась и на крупных промышленных предприятиях города, где количество заболевших достигло 42% от общего числа сотрудников. Переговорить с руководителями предприятия. Вы сами слышали статистику, что 42% заболевших – это сотрудники предприятий. Что они тоже должны соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, отметила Елена Лапушкина, рейды, направленные на выявление нарушений действующего эпидорежима, необходимо усилить во всех районах города, а самарцам ежедневно напоминать о существующих ограничительных мерах и необходимости соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. По объектам торговли и общественного питания здесь однозначно надо усиливать контроль за юридическими лицами, которые допускают на свою территорию людей, не соблюдающих масочный режим. Затронули на заседании оперативного штаба и вопрос о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Под пристальным вниманием работники образования за месяц до начала учебного года педагогическому составу каждой самарской школы необходимо привиться от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Ольга Павлова, Константин Головин. События.